В интернете продолжают появляться фейки о ситуации с коронавирусом. В Тверской области возбудили первое уголовное дело за публикацию заведомо ложной информации. Новость успели прочитать более 11 тысяч человек. Тему продолжит Ирина Чкунова. Дело возбуждено по новой статье, введенной в Уголовный кодекс России несколько дней назад, 1 апреля. Статья 207. Прим. 1. Публичное распространение заведомо ложной информации. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Установлено, что лицо зная о том, что движение транспортных средств на территории города Твери не ограничено и осуществляется в обычном режиме, мер по ограничению движения транспорта сотрудниками правоохранительных органов области не осуществляется, имея умысел на публичное распространение под видом достоверного сообщения заведомо ложных сведений о принимаемых правоохранительными органами мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области с целью ознакомления с данным сообщением неограниченного числа пользователей социальной сети через публичное сообщество под видом достоверного сообщения распространило заведомо ложные сведения о том, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками полиции принимаются меры по ограничению транспортного сообщения с городом Тверь, в частности установлен запрет на въезд в город и выезд из него. Согласно сведениям, предоставленным ОМВД России по Тверской области, размещенная в социальной сети информация о закрытии выезда и въезда в город Тверь не соответствует действительности. Региональный следственный комитет начал доследственную проверку и по другой информации, размещенной в социальной сети, о том, что в период распространения коронавируса в одной из тверских больниц массово умирают люди и якобы не хватает специальных пакетов для выноса тел. Умерших выносят на улицу в простынях и одеялах. В полиции такую информацию опровергли. Напоминаем, что вновь принятая статья Уголовного кодекса имеет вторую часть. Если публикуемая недостоверная информация повлекла тяжкие последствия, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы и крупного штрафа. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, размещение в СМИ и сети интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Будьте бдительны!